Здравствуйте! На библейский портал Эльзегет поступил вопрос, почему так много сейчас болеют раком? В принципе, любая болезнь – это последствия греха. Но Господь попускает некоторые болезни, которые ты и одолеть не можешь, которые вроде ты ничего не делал такого, чтобы это привело тебя к болезни. Хотя мы знаем, некоторые факторы приводят в неправильное питание, какое-то волнение и так далее. И рак как образ болезни, который может поразить абсолютно всё в организме, почти всё. И образ болезни, которая тяжело лечится, потому что болезнь более живучая, чем мы сами. Это тоже, конечно, показывает нам образ греха, как действует грех в душе человека. Господь, когда в течение всей своей евангельской проповеди исцелял больных, Он всегда это делал в соответствии с изменениями их души. Мы душу очень плохо представляем. А тело, пока мы ещё не умерли, и тело с душой не отлучились, теле мы тоже, может, имеем смутное представление, если у нас нет какого-то биологического, медицинского образования. Тем не менее, мы о нём куда больше волнуемся и беспокоимся. Увы, это данность, это так. И поэтому, когда мы понимаем, что не всё в наших силах, что даже вот если ты бегаешь по утрам, правильно питаешься, делаешь зарядку, соблюдаешь режим сна и так далее, а всё равно у тебя раз и появился рак. Точно так же и ты понимаешь, что даже если ты хочешь быть человеком, который живёт по совести, который старается, ну, пользу приносить, который никому специально не вредит, который вроде там ничего страшного специально не делает, всё равно ты будешь грешить. Потому что совесть наша весь дырявая, потому что наши силы ограничены, потому что будешь раздражён, и всё равно на кого-то сорвёшься. Будешь чуть-чуть расслабленный, даже захочешь дело сделать полезное, а не махнёшь рукой, что-то сделаешь, что-то нет. Всё это показывает нам, что без Бога, без некоторого внешнего вмешательства, как и тоже без какого-то оперативного лечения рак не преодолеть, так и не преодолеть без Христа несовершенство нашей души. И поэтому некоторые болезни, в частности, рак очень многих людей привёл в церковь. И речь не только о самих больных, но и о их родственниках. Я вот хоть молодой священник, совсем недолго служу, но тоже очень часто говоришь людьми, что подтолкнуло, почему решился на исповедь прийти впервые в жизни вообще. Или, например, был в 90-е годы, а потом 20-25 лет прошло, снова человек решил возобновить исповедь. Один раз было, и всё, не понравилось, ушёл. Что, говорит, болезнь. И очень часто это болезнь именно рака. Вот, ну, действительно, это так. Конечно, почему сейчас болеют люди, это не обязательно, что сейчас этой болезнью, просто раньше она не так диагностировалась. Но сейчас в погоне современного мира за самосовершенствование, за развитием, там, за здоровым образом жизни, или, наоборот, за нездоровым, но за то за получением максимума удовольствия, то есть вот некоторые такой современные тенденции, Господь дал возможность на современном уровне науки именно рак диагностировать и понимать, как он протекает. И, соответственно, и над душой своей работать. Что же Господь нам через это может дать? Вот об этом прочитаем в самой первой главе Евангелия от Марка. Господь призвал учеников, апостолов, Пётр бросил всё, бросил там кормить свою семью, последовал за Христом. Что там для семьи это плохо? Нет, Господь приходит в дом Петра, и что там происходит? «Выйдясь, вскоре синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Тёща же Симонова лежала в горячке, и тотчас, говорят ему о ней, «Подойдя, он поднял её, взяв её за руку, и горячка тотчас оставил её, и она стала служить им». Господь приходит и исцеляет тёщу Петра. И очень важно, что она встаёт и начинает служить ему. Господь посылает нам болезнь не потому, что «Ой, мы болеем, и вот когда мы болеем, Господу приятно, что мы его молим». Нет, Господа охота, чтобы мы в полном здравии служили ему. Поэтому и точно так же человек может просто взять, потравиться химией, потравиться облучением, пронести мучительные операции и никакой пользы для своей души не получить. А можно, через это пройдя, через эти испытания, сострадать в них Христу, прийти и потом встать и служить Христу, служить Ему в таинствах, исповедоваться, причащаться, следовать за Христом, понять Его милосердие, понять, что когда тебе врач говорит, ты умрёшь через два месяца, а ты ещё проходит пять лет, а что ты жив, что это настоящее чудо Божие, что наука тебе другое обещала, а вот как происходит. И такие чудеса сплошь и рядом встречаются. И очень радостно, конечно, бывает, когда молишься вместе с человеком, и человек выздоровел, поправился, преодолел рак, не действовала процедура одна и та же, раз, подействовала, всё, исцелился. Но эта радость куда сильнее, когда после этого человек не начинает пропадать, ой-ой, пока было плохо, молился, а как хорошо стало, пропал. А когда ты видишь, что Господь посетил человека, и человек продолжает служить Ему, продолжает уже вместе с Господом радоваться своей дальнейшей жизни.